Эта игра похожа на какой-то вот... И мне хочется увидеть, если... Ой-ой-ой-ой! Раньше ведь постоянно закрывали бетом в миде Шторма и СФ, там всех закрывали. И беты сейчас подняли. И... 4, ну блин! В Восточной Европе у нас брали аспект на увеличение скорости передвижения. Он сдал тот аспект, который у нас брали на кэри. Дарк Сирена с аспектом. Хотя ладно, у бьюра 4 стака, можно поиграть. Нет? Нет? Нет, не поиграют, ладно. Если ПМА кинул бы Айншел на Дейза, то Дейз здесь сделал бы доплкил. Скорее всего. Судя по всему, он был уже на КТ. А он уже ФБшечку дает. И второго. Да, все-таки вразмен. Первый выходит. Самое главное, что он получает себе соло-килл, при этом всем, оставаясь на ул ресурсах, идет на лотус. Лотус он заберет. Ну, момент, отмечаю просто. Ну, получается, знаешь, мы с тобой говорили, что аспект для саппорта возможно, да? Ну, Никки будет саппортом в этой игре, судя по тому, что у него происходит по надпорту. Мне кажется, просто банально, когда ты играешь на Шторме с аспектом, находящим ремнанты, да, отличная присяжка от Дейза. Получилось здесь для Никки немножечко вернуться в игру для того, чтобы полосхизить крипов. И Никку придется очень сильно запотеть для того, чтобы забрать себе хоть какие-то локиты. Ой, две тысячки мясонули, господи. Неприятный суперлоуда. Контратака. Все это под Дейзом. Ридис приходит, помогает забрать Топсона. Нику при этом всем на суперлоу кп пытается выйти, у него это не получится. Наинкласс заработает себе ласт хит, но при этом всем Топсон погибает уже дважды подряд. И это проблема для тундры определенная, да, и все эти вот темы по поводу ласт хитов в целом он смог тем временем от Нику вместе с Ридисом на ботом, фьюр под атакой. И надо бы, конечно, как-то сделать так, чтобы он ультимейт нажал, но я так понимаю, что ульту он вообще не качал, поэтому посмотрим на ПМА, он пытается просто валить. Какая-то очень прохладная атака, контратака от Топсона. Но тот всегда готов порваться в любую драку, мы все прекрасно это знаем, а ресурсы у него были фуловые, поэтому почему бы и не влететь. У Пьюро, если что, скиллпоинт есть на ульту, и он сейчас его туда вкинул. Он все это время был со скиллпоинтом, то есть он ждал момента, что ему конкретно дать. Конечно, с этими фрагами, но в случае смерти он теряет часть зарядов, то есть похожая на Бластон ситуация. Уйти. У него в КД просто его раскатка, я так понимаю, что его тоже заберут. На перетяжке просто в мидл, да, пытался уйти у нас мидер. А стенка была поставлена просто ради того, чтобы добить Вайтмона, поэтому дальнейшая драка вокруг нее не имеет смысла. И просто придется разойтись. Постепенно приближаясь к саппортам, все больше и больше. Я бы сказал то, что ботомный выход в принципе был суперпрохладный, почему-то очень пассивно отыграл Нику. Тем временем он приходит на топ загонгать Рамзеста, и Нику мог гонгать легко. У него в принципе была возможность нажать лотуса и нажать... Нет, 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 не стик, а просто попробовать ультануть и сыграть возможно тоже под перетяжку. Я подозреваю просто, что... Тем временем напряжение на топе растет, у нас Тундра хочет снести вышку, точнее уже снесла вышку и поищет кого-нибудь в лесах, возможно. Да, нашли в лесах Дейза. Окей, колявный килл. Ну это не такой страшный килл, потому что искали в первую очередь лайфстилера, до которого просто... Ну вот видишь, еще и герои такие, то что тролли чуть-чуть не добил, он ульту нажал, штормат чуть-чуть не добил, на флуман улетел. У него уже ПФ на 13-й минуте, Тобсон тем временем влетает на контратаку против Дейза, щель была в никуда, Дейз просто пытается стволить, лосов в шторма, блокхолл закрывает. Хорошо, Ридис в позиции находился для того, чтобы дать ямку. Вайтмон, красный, надо бы отойти вместе с Тобсоном также, продолжает Нику напрягать, у него опять же имеется каста, поэтому он может сейчас добрать просто Вайтмона. А там начинает Миреск раскастовываться, и Ридиса практически в соло забирает, Рамзес немного внимания этому уделил. Вайтмона продолжает магнитайзом душить, еще один камушек поставленный, и он должен Вайтмона добивать. Да, 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 погибает Вайтмон. Но это очень минорные фраги вместе с саппортом. Отличное лоско прямо по Тобсону, но никто не смог под него сыграть, поэтому Дейза просто накажут за это. Бедлам повесили на Тобсона, но Тобсону пришлось выйти из драки, блокхолла от Рамзесов, который пешком, по-моему, пытался зайти. В любом случае закончился этот каст, и дальше будут Ридисы убивать. Нику тоже нашелся на карте, Тобсона не осталось маны, но я думаю, кто-нибудь из саппортов может подключиться. Даже Юр сам решил прийти, но Нику успел отойти подальше за счет камушка. Отпивается, может, еще что-то откинет в этот промежуток времени. Джус наконец-таки пришел в эту драку. Очень долгое время он стоял на боте, фармил крипов, прям подвижным противником, поэтому Тундра была уверена в том, что у них большинство здесь абсолютное. Одна найни, другая на тролле. Это главная точка вообще развития для Тундры. А вот и Липов. Да, найни класс. Чуть вышел, я даже не очень понял, что он тут контролил. Типаут пытается нажать, не получается. Вакуум мешает ему уйти. И заход на Рошана. Я думал, что после появления БКП. И Нику вместе с ребятами под Смаком. Эду с Инфестой внутри. Вайтмонда разревелит сейчас, скорее всего. Именно он может зайти на тройку. Ну, это прямо идеальный момент от Элдра Титана. Он, конечно, не хотел, но получилось как надо. Лучше он, чем кто-либо другой. Да, да, именно так. Разревелил Смакея. Игра сведет с Клэйту. То в этом случае надежда будет именно на большую красную кнопку. Со стороны Романа. А мы понимаем, да, что он только вот недавно начал практиковаться на пост 3. Ну, я не сказал бы, что я супер уверен в том, что Рамзес нажмет все от начала до конца. Я, конечно, был бы рад. Но все же, сами понимаете. В случае со Штормом и Троллем, они, скорее, могут очень много дать импактов в файт. Это понятно. Но есть кнопки, которые могут сработать и против них. Да и с тем временем. Контроль на него. Забрали легко и просто Бэтрайдера. Не очень понятно, что он здесь сделал в этой позиционке. Тиммейты были. Он, как мы видим, хорошо с этим справляется. ТТС может небезопасные места фармить. Так, тем временем влет на шаду демона. Топсон. Практически фулмана завязал. Но у него 28 секунд до кончания гида. Он готов ее отдать. Особенно учитывая то, что он все-таки смог справиться с Ридисом. ПМА также в печали. Полный. Свитчблэйда уже нормально накидывает. Топсон не хочет его убирать. Хотел бы умереть. Нет, хотел бы умереть. Ну да, его не хочется убивать со стороны Нави. Они просто дожат его. Он хотел бы убить за обвышку. Тоже неплохо. Вариант рабочий. Да, зарефилил ресурсы. У него было мало мана. Поэтому очень хотел бы он сразу умереть. До окончания Егиса. Чтобы не на Риген надеяться, который еще есть. За счет пауэрспайка. Дейст. Блинкаут. Спирита поймали. Но у него опять же БКБ. У него очень много аутов. Как двигаться в этой части карты. Дейст тем временем попадает под Топсона. Очень быстро хочется забрать этого бэтрайдера. Бэтрайдер есть байпэк. Можно вернуться обратно в драку. Рамзес ищет Блэхолл. Или он его найдет или нет все-таки. Вот он Блэхолл по двоим. Инфест, наверное, в тролле. В тролле. В тролле. Окей. Пережил. Рамзес должен погибать в ответ. Фьюр тем временем нажимает ультимейт. Зинайкс. И просто нет больше ресурсов на то, чтобы сопротивляться. Но он отхиливается невеально сильно. Боже мой, как же он стирает здесь Топиаса. Все-таки стоит спиритом справились. Но троллю придется уйти. Так, хорошо. Вот, находит Ридиса. Окей. Ридис это не тот таргет. А вот Дейст это тот. Пластом можно нажать. Да, да. Но нет, не получается. А там, вряд ли, никого не было из коров. Да, это правда так. Земеля получает по себе Карсткраун. Из-за этого нажимает БКБ, чтобы не застанется. И дальше пошла попытка слить Вайфона. Ой, было близко за братья спирита. Пьюр, тем временем, пытается загнать ПМА обратно в базу. Но сам Пьюр, оказывается, не в самой лучшей позиционке. ПКБ нажимается. Ультимейт все еще есть. Башики пошли. Гадзе Джуз. Гонится за своим визави. Инфест пока нет. Пять секунд. Инфесты. Надо не попасть в Блэкхолл. Блэкхолла, правда, нет еще 32 секунды. Террорайст идеальный. Это Н-класса. Но пока... ПКБшки выбиты из всех, кроме Рамзеса. Правда, Рамзесу пока нечего нажать в этой драке. Топсон на фулресах может отлететь за него. Уж не бегать. А Рамзесу в таверну. Вот так-то... А у него было БКБ, он не нажал БКБ тапаут. Он просто нажал тп. О, мой бог. Какая ошибка. Пьюр. Заходит в бэклайн Топсон. Блинкаут от Ридиса. Но ему не спастись. Он это прекрасно понимает. Тем временем пошел отличный рассказ от Н-класса. Блэкхолл можно дать прямиком к Нику. И Ридис не засейвит. Из него уже выбили ямку. Дезрабшен не работает. Гадзе Джуз на развороте. Минус один. Топаут. Все, все. На этом заканчивается драка от Нави Джуниор. Идеальная инициация со спины со стороны Тундры. Да, просто проигнорировали существование лайфстилера. Дрались другие таргеты. И хороший Блэкхолл от Рамзеса получился. Дал он его и в мидеры, и в хардлайнеры команды Нави Джуниор. Поэтому шансов докастоваться... Уменьшилось. Так, Тундра максимально дисциплинированно отыгрывает. Ждет Рошана. Рошан заспавнит через 26 секунд. И следующая драка, это драка за игру. И Пумэй попробует первым влететь. Вообще в целом, да, основная проблема. То, что Нави сами первыми не инициирует. На них инициирует Топсон снова. Даже когда они сами пытаются устроить эту драку. Пьюр под линкой. Кайфует по полной. Эбисол Блейд. В Спирита тем временем на бэклайне забрали Бэтрайдера. И Нику все-таки смог выйти из-под Пьюра. Вот это да. Ультимейт пошел. Инфесты нету. Годзе Джуста. Ему надо как-то сваливать. Блэкхол. Спасить помогите. Но кто-нибудь. На Шлатову Демона нет. Бэтрайдера нет. Никто ничего не собьет. Никто не спрячет. Никто не поможет. И ты отправишься в таверну. Нику все время пытается свалить. Нику смог выйти благодаря тому, что Дизрабшин был кинут на него. Поэтому он пережил контроль. А после этого смог нажать еще и БКБ и немножечко погулять. Но сейчас его прогулка закончится. Потому что в 4-0 получилось эту драку провести команде «Тундра». И с учетом того, что они находятся рядом с ХГ, крипы далековато. Но все равно хотят форсить хайграунд. Да, у них хороший пуш в этом отношении. То есть за то время, пока у нас в таверне будут сидеть коры команды «Нави Джуниор», они успеют снести сторону. Вот и сейчас. Ну что, решили просто снести по Т-3 вышки. Сняли миличный барак, который откатил глиф. Второй глиф также был потрачен. И сносятся бараки здесь. Они на рейнжевой барак там забили, но в принципе он там рано или поздно сам упадет. А что здесь делает Тейз? Кто мой бог? Отпушивал. Нужно ждать своих химейтов. Они за саверни. Да, есть бай. Поэтому я бы лучше не форсила Фонтан. И вот рефрешер появляется на «Энигме», а третья сторона начинает падать. Сняли это три вышку. Остались последние два барака на хайграунде команды «Нави Джуниор», а вот теперь можно и наруж уходить. Все равно там пока отпушивать будут. Тем временем еще и Блатон появляется в руках у Тобсона. Какая-то отвратительная позиция. Мне вообще не нравится. Где-то супер далеко находится Лайфстилер. Впереди Глаз Джуус. Но видим, рассчитываю, что он точно будет жить. Просто лютый байт на что-то, да? То есть формата, что… Ну, Найкс может фронтейнить, остальные не могут. Блэкхолл пошел в Инфесту. Да, Инфест был потрачен, и Блэкхолл из-за этого скипнулся. Рамзес все равно остался жив. Взорвали двух саппортов, взорвали ПМА, и второй Блэкхолл уже Лайфстилера с кулдауном Инфеста, поэтому он ничего не мог противопоставить. Минус пять, и на Рошана опять можно запись. Я бы сказал, что это та самая позиционка, которая должна была быть у Нави Джуниоров всю игру. Саппорты стоят за три экрана, мидер стоит за два экрана, ДС за один экран, и впереди планеты всей Найкс. Один. Все. Больше никак. Невозможно драться. Просто потому, что Шторм слишком силен, да, в этой мете, и вы какого-то именно… Ой-ой-ой-ой… Байбэки, пошли! Драка последняя от Нави Джуниор! Хотят они вцепиться в противника искать им. Ребята пошли отсюда с нашей базы по полной. В Адмунд в таверну, через Инфесту его забрали. Найн-класс также отправится туда же. И оказывается, что Пьюр все просто бросил. Говорит, ты паут, ребята, все хорошо. Ну, ладно. Выбили байбэки. Это очевидно минус. Четыре байбэка. Четыре. По-моему, пять. Четыре. Четыре. Ну, на самом деле, все пять есть, учитывая, что ДС раньше… А, он просто раньше выкупился. На… восьмом случае сеткой генералов, да. Дропнуть их в Узера. Тем временем Вебисол… Сло 100. Все в Топсона. А у него бая нет. И что Шпирид, оказывается, погибает. Бая нет, это правда. Немножко сделайли игру Navi Junior. И Рамзесу убежать не дают. И Рамзесу там башек нужно дотянуться к Эдзе Джусу, Сурша на него и баш есть! С первого уже удара! Ой-ой-ой-ой-ой! Там даже если бы не прокнул Эбисол бы нажал, он его тоже уже собрал давно. Вы скажете, Димон, что ты тут хайпуешь вообще? На самом деле… Он его нажал, кстати. А? Да. Но я просто не видела вот этой анимации падучего Эбисолу, там вылазит какая-то. Нельзя, нельзя, нельзя. 52 секунды, ребят, зачилиться. Ни в коем случае не драться. Эдзе Джус снова снимает Эбисолу. Эбисол плейд получает на себя. Хекс туда же. Есть какое-то спасение. Вроде есть, да, спрятали в ямку. Ридис отойдет. Топсон попытается его все-таки зафокусить. Тем временем пошла инвеста там на бэклайне. Но очень серьезно разделены в драке Navi. Не могут друг друга подержать. Просто не могут за ручкой подержаться даже. Да, и все. Найкс отрезан полностью. Эдзе смотрит и фоткает, потому что у него больше нет ласу, он его потратил там вот это. Да, да, джи-джи. Поздравляем тундру с первой картой. Не знаю, понравилась ли бы им эта игра. Вообще, в целом, да, кайфанули ли они от нее или просто вот сделали свою работу, за которую получают зарплату, что называется. То есть, мне кажется, это была такая заводская игра. Но с другой стороны ряд ошибок был совершен, из-за этого игра продлилась 40 минут. Что-то она когда злится, все получат из-за. Ничего себе. Что-то такое. Я надеюсь, так и написано еще. Прямо так и написано. И знаешь, там, когда на процент уроновой, там тоже такие, да непонятно сколько, но много. Ну это с Урсой с такой Т. Короче, они обязаны, чтобы Урсы была. Вот как была такая ситуация в Тюна на Урсе. Жир, соответственно, и так далее. То есть, по факту, полу, такой, семикор, да, условно говоря, там тот же самый ЦК, например, в следующих играх. Да, зачем палить, в принципе, страты на открывающих матчах, если проблем пока нет. Если появится, вдруг, если там карту отдадут, то могут подумать. ФБшечку сейчас отдаст. Вайтмун отдаст. Да и с тем временем на лоу хп все-таки выходит отсюда. Пьюр попробует и захавать по моей. Да, как его прохавать? Тут вообще нулерово на ПК. Будет агрессивно играть, активно играть, да, если у Тундры план именно на то, чтобы закрывать карту максимально фастово. Но можно и, с другой стороны, зачилиться, да, и играть просто на свои шмотки до появления БКБ, не вылезая. Так, то забузили бутылку для Нику и попытаются убить Топсона до шестого. Варианты есть это сделать? Топсон просто настолько хорошо читает объем дэмэджа, обычно. Вот, что сейчас я, честно говоря, удивлен, то, что он настолько... Пустой сейчас, вернется, вторым силовой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А с таким-то началом у Нави Джуниор появляются очень хорошие шансы на вторую карту. Но, да, с одной стороны, Вейспирид все еще страдает, наш Тормила погиб. На один, очевидно, Бруда проиграет. Хотя, может быть, и нет современной Бруду. Я еще не так много видел именно в керре. Ну, мне кажется, что, знаешь, скорее, ситуация... Он прям очень серьезно будет отрываться от Топсона. Тем временем нападают на Ридис. Ридис, понятное дело, здесь должен... Ну, или не должен, если Гаджи Джусу есть чем сказать. Нет, ему нечего сказать, он просто смотрит на то, как его... Я бы сказал, наверное, главное изменение Бруды и... О-о-о-о, Гаджи Джусу все-таки забрал Рамзеса. Да. Надо обойти, обойти все Брамблы. ТП-аут... Возможно, не стоило обходить Брамблы. Надо было просто... Этого не надо было уже нажимать на ТП-шку совсем, да? Никуте временем влетно. Шторм спирит, охватит дэмэджа. Совсем немножко не хватает. Пришел еще Тейст. Помощь четвером забирает Топсона. Вчетвером. Вдумайтесь в это. И это реализация как раз-таки СМ-ки. Как... Ну, уже, я так понимаю, еще ульта нет. Гаджи Джус с пятым левелом. У Рамзеса есть тампит. Он может себе позволить залететь куда угодно. Шторм еще прилетел на ботом. Максимально агрессивно играет Тундра. Забирает здесь саппорта. Заберет еще и Гаджи Джуста. Гаджи Джусу больно. У него появился ультимейт таки. Поэтому он может выживать. Нику видит стампит. Понимает, что надо ставить Топсона. Ужасный ремнант с его стороны. Но у Топсона закончилась мана. Стан шикарный. По двоим. А Трамзеса прилетает еще сюда 9-класс. Иридис пытается помочь своей команде. Ну, я просто галда подобного Дейс. Тем временем Нику на контратаке против Топсона. Топсона больновато. Ультимейт от Ридиса пошел минус Топсон в размена саппорта. Хорошо играет. На вид Джуниор прям связками постоянно объединяется. Видимо, Нику сообщил, что ребят, ну давайте вот мы поиграем. Вокруг меня, пожалуйста. Новомодный такой саппорта. Странная сахана, что Рамаз снова продолжается. Стампит тем временем нажимается от Рамзеса. Дейс пытается уйти. Станчик хороший от Рамзика прилетает. И Иридис... Аплифай демош, что ли? Демош не хватает. Аплифай демош, он сейчас вернется. Они пытаются потянуть время немного. Маны мало на Топсоне, мало маны. Да, придется отрегиниться через бутылку. Но, опять же, это довольно много времени лишнего. Уже потеряли тройку. Рамзес докачался. Можете участвовать на вашей новой крутой акции, где вы можете получать фрибеты каждый день. Поэтому переходите по баннеру по трансляции выполнять задания от Винлайна и удать свои фрибеты. Нику снова под атакой. Уходит со второго. Сайланс пошел со стороны Бруды на АТС. АТС, скорее всего, отсюда не уходит. Можно ли хоть какой-то размен произвести со стороны Нави Джуниор? Походу, нет. Походу, славочка закрылась. Нику боялась и как-то, но он террорайс получил, поэтому без шансов позже. А там еще и сверху Эрсплиттер решил не жалеть White Moon. Как-то... Ну, опять же, да, Томбер. Ага, пока что в сейве, потому что штатовый демон потратил на нее Disruption. Но Лидис, походу, не уйдет. Все равно станчик, в котором Зеста закончил. Ага, только Топсона там разобрали сзади. Гол. А, это была атака уже... А он прыгнул от зони Дейза просто. Он все равно на Дейзе все равно Disruption дал, то есть наценку пришлось времени больше. Который именно влетает и мэнфайтит. А какая-то Бруда сегодня. В лицо в лицо. А теперь все. Теперь только одна Бруда, которая просто влетает и берется в руке. Да, у нас тут Перорайс на Урсу, но он успел ульту нажать, поэтому на нем больше стат резиста. Но это не помогает выжить, потому что напали на него одним единым кулаком. И Ридис, пока у нас тут получал карст-краунж, ждали, когда он раскастуется. Только после этого сбивает культимейк его, и Ридиса тоже отправили в таверну. Ну, наконец-то. Топсон не фиданул. Вот так вот, да, теперь? Все наше равенство в этой игре в том, что Топсон не фиданул. Ну да. А я теперь уже за него переживаю, как родного бруденка. Но он дает спейс своей команде, да, создает ситуацию. Номером уже существенно сложнее, да, он будет здесь справляться со своим оппонентом. Вот теперь, например, все еще на очень-очень печальных нетворсах, как в предыдущей игре, от Нику. И вот мы видим, как же легко он справляется. Ой, если я его заставил, Астрал Сеппл может получиться выйти? Нет, не дали такой возможности. И Урсу подловили, Урсу есть ультимейт, нажимает его сейчас. Но Юл Сепптор, беспощадная ты шмотка, начинает пить Гатте Джуста, и поэтому он тоже быстро развалится. Какая ты шмотка сегодня. В МА, в таверну туда же. Нет, супер простая для тундры. Я подумала, знаешь, какая ты бруда сегодня? Я вот подумала и решила, что я аурнепу, да. Да. Ну, как-то вот, знаешь, аура токсика какая-то есть. Вау. И Кусь-Кусь-Кусь, до свидания, все. Здесь вообще... Он даже отвернулся, чтобы не смотреть на взрыв. Настолько был уверен. Да. Для Na'Vi Junior карта закрывается просто. Непонятно, где фармить. Осторожно карта закрывается. Летает на Тейза. Ридис. Туда же. Рамзес ждет, когда из ямы выползет этот Shadow Demon. И ШД заберут. Туда же второй саппорт отправляется. Легчайшая пока карта для тундры. Гаджи Джус. Нашел Вайтмуна. Вот он таргет. Хотя бы какой-то килл. Яульчик. Полетел. И Мишка в таверну. 46 секунд. Вот это уже фильтовый такой момент, когда вроде нашел с пола пятерку. Вроде все классно. У тебя просто лопнули в секунду. И Урсу такой слотов не прибавляется, конечно. Вторая внешняя вышка. Пьюром сейчас душит внизу. Может, в принципе, на тавер. И подзабись. Потому что есть 300 секунд, за которые можно и на ХГ попробовать зайти. Так как нет Урсы Байбека. Да даже если бы он был, он не стал бы его нажимать. Такая ситуация очевидна. И вот отводит брузиот своих пьюр. Заботится о них тоже. Ну все. Теперь можно отступить. Выбили Глиф. Можно заняться Рошаном как раз. Потому что Блаторн пока нечем абсолютно закрывать команде Нави. И видим то, что Нави наоборот. Хотят попробовать на внезапности нажать смол. Правда, не резнулся еще Урса. Не появился он. И пока пролетит время какое-то пройдет. Но тем не менее, получилось разобраться по быстрому с Найн-классом. Который оказался слишком глубоко на карте противника. Бьюр мог показаться особенно. Посмотрим. Руда больше чем одного человека за раз не ест обычно. Глаз 8, а Руд 1. Вот это уравнение. Новое для нас с вами. ВМА. Вот хочется, хочется кого-то найти, кого-то обнять. Три ПКПшки. Вот там вон, смотри Топсон. Он прям так и манит, так и манит. Он как-то воткнется. Он не манит, он с БКБ. Смотри, а сейчас СМ-ку воткнется прямо, и СМ-ку по нему из Тастана может дать. Нет, есть кто-то там, есть ли за БКБ. И погнали за 9 секунд кого-нибудь забрать бы. Выбили ультимейт из Ридиса. Стамп шикарный по-троим. Рамзес на бэклайне погибает. Неужели? Стампит БКБ. Все, нажал, но все равно в таверну. Интересно, интересно. А БКБшки-то у Топсона нет. А тут все три БКБшки потратили, Тундра, да, на первую инициацию. А Урса его даже не нажал. А Урса ничего не нажал. Потратили только Пурш, ультимейт темпи. Как продержатся еще несколько минут на авиа, то этот блинг не заставит себя долго ждать. Но они не продержатся, сейчас будет Рушфайт. Ну, я имею ввиду, скорее, даже если они проиграют этот файт, что если игра не закончится там супербыстром. Да, да, да. Но она опять же против Бруды может. Пока статистика Пуршфайта не в пользу, Тундра говорит. Это правда, это правда. Смог от них. Попробуют найти Урсу. Нашли. Дать на нее максимальное количество тролля. Жива пока что. Дейза не перекрывает. Они катят его на ульту просто. Ой, 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 ой. Тут опасности, те самые хиксы, ребята. Ну, БКБшка все-таки жмется. Уже после хикса. Топсон доберет Дейза. Надо отходить на авиа. Но это минорный фраг пока. С учетом того, что БКБ потрачено на Топсоне, он уже не сможет так резко ворваться в файт. Урсу вообще ничего не потратил. Да, но вот этот вот момент с тем, что они не знали, что у ПМА есть Хекс. Надо в Твингейт лезть. Хекс здесь уже ждут. Придется Рошан отдавать просто из-за того, что солнышко выглянуло. Все, все, началось. Покажите нам Твингейт с другой стороны. Вот она, приемочка. One by one на Твингейте. Какой Твингейт? Вот мы вспоминали окружающий мир. И там преподают две вещи. Первое. Несуете пальцы в розетку, током убьет. Второе. Не лезьте в Твингейт, когда противник с другой стороны с другой стороны. Когда у него есть аванпост на то, что ПМА убьет. Убьет. Не, ну это были пальцы. Это правда. Вот то есть мы буквально 35 минут смотрели эту интереснейшую, интригующую игру с точки зрения того, что Чтобы увидеть там неграмотный муф на смысл. Да, 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 да. Чтобы принять. Вот. Нави очень же неплохо билдились. Да. Микрофайт давайте назовем это так. Да, то есть Дейс палится. На него должен влетать Топсон. Крутка попалась под джуста, который пока еще ничего не потратил. Но надо бы нажать. Ульту. БКБ. Ульта прожимается. БКБ пока нет. Также БКБ было потрачено Топсоном. И что дальше делать? Кого ловить? Как драться? Киру вообще хочет туда идти? Бэк от Семочки. Да вроде как-то и нет. С одной стороны да, с другой стороны нет. Да, то есть им нужно сделать так, чтобы пили только Китавра. О, Нику сам пришел. Нормас. Привет. Привет. Как дела? А он, кстати, вообще прыгнул сюда без единого астрал сцепа. На то, чтобы... У него второй был хотя бы на то, чтобы свалить. Да, да. Но дэмэдж он, конечно, не мог нанести вообще никакого. В любом случае у нас выкупается Нику. Помимо этого Семка без байбека погибла. Без байбека погибает APMA. И игра может закончиться так быстро, если все остальные не остановятся умирать. Но видим то, что Нику с байбека решил погибнуть. Ну и так же и Урсу отправили в таверну, и следом за этим и Дейза. И GG очень резко написали Na'Vi. 2-0. Величайшая для Тундры. Ну, так много делали, так старались. Такие крутые мувы, так классные. Просто Питаны все равно тренинги есть. Да, да. Это вот прям не то, что мы ожидали. Да, игра так накалялась постепенно. Может быть все еще под контролем, конечно же, она была у Тундры. Но все еще было понятно то, что в оберлете где-то Урса может засверкать. У вас появляется Хекс на DS. То есть вы имеете решение на Топсона. Топсон даже один раз попался на этот Хекс. Субтитры сделал DimaTorzok